Предпринимательство, экология, походы в горы, воздухоплавание, джаз. Вы спросите, что все это объединяет? Это телепроект «Человек в городе». Сейчас расскажем. Герои нашей программы Евгения Рыбакова хорошо знают и предприниматели, и экологи, и путешественники, и ценители отличной музыки, и даже рядовые рязанцы, которым просто нравится посещать интересные городские праздники. Но таким, пожалуй, видели его не все. Это видео из домашнего архива «Вольного художника», как он сам себя называет. С романтикой, мне кажется, это умение видеть красивое, не проходить мимо. Кто-то пройдет, не заметит. Важно остановиться и посмотреть. Это же не только природа, это может быть рекламный ролик или фактура какой-то, штукатурки. Он всегда занимается, чем хочет, и, судя по семейным фотоальбомам, любит пощекотать нервы и получить мощную энергетическую подпитку. Например, в этом году научился быть в гармонии с ветром благодаря серфу. А сколько порций адреналина получено в горах? Сложные походы, это, как правило, каньоны. Ты сидишь в этой щели, там, глубоко, там, на дне реки, и, в общем, мир практически не видишь. И превращается в работу. Пороги, бочки, страховки. А вот когда выходишь наверх, там, конечно, дух захватывает. Я как-то себя заставил пойти с ребятами ради, так, ну, ширень, кругозору в горы. Просто в такой несложный поход. Мне так понравилось. Это сегодня. Есть и теплые костюмы, и достойное оборудование. Обыватель скажет, чего при хорошем бизнесе не развлекаться. Но немногие знают, что когда-то и они с друзьями сами шили катамараны и клеили веса для дайвинга. Уж чего оптимизма ему точно не занимать. Первая экспедиция на «Голубой Нил» Евгения Рыбакова и вовсе взяли в плен. Так получилось, что нам пришлось разделиться там по экипажам. И наш экипаж остался один. И, в общем, мы дальше плыть не можем, и надо что-то делать. И я, как капитан, пошел искать выход из этой ситуации. В общем, далеко зашел. Там нас не ждали. Там люди с автоматами решили, что мы на них нападаем. Некоторые воспоминания об отдыхе Евгений с удовольствием делит с любимой супругой Иллой. Иногда она, правда, по-женски зарекается впредь обходиться без экстрима, но романтика берет верх. Он рожден летать в прямом и переносном смысле слова. Ощущение полета не надоедает вообще. Каждый раз все по-новому. Каждый раз дух захватывает и кричать хочется, до чего здорово. Особенно, когда хорошая погода, когда там небо синее. Субтитры делал DimaTorzok В небе всегда по-новому видятся даже родные с детства места, признается наш герой. А сколько непредвиденных ситуаций. Когда летишь, рядом стадо гусей. Они тебя не видят, а вдруг увидели, и у них там переполох. Он считает, что с окружением ему повезло. Как правило, это порядочные люди, которые вместо блюда с золотой каемкой видят труд и терпение. Понятно, что везде, где крутятся деньги, хватает и завистников, которым просто хочется сказать – умеете, сделайте лучше. Ну, например, делали фестиваль «Орешек» такой был городской. В пик его развития там до 200 тысяч человек приходило. Вот. А потом кто-то там взял у нас, объявил, что мы там деньги зарабатываем на этом фестивале, хотя мы туда 9 лет вкладывали. Его собственный бизнес, хорошо известная сегодня ферма «Спаркс» появился на заре 90-х. Время, когда защиты от рэкета практически не было. И угрожали, и на семью наезжали. Я уж не буду всего рассказывать. Сегодня с именем Евгений Рыбаков ассоциируется не только кухня, но и мебель и свой сервисный центр. У меня такой бизнес, в общем-то, необычный. Мы друзья, там, 5 человек, нас до сих пор дружим. И многие удивляются, как мы там 20 лет до сих пор не переругались. Он всегда был работягой. Не в пример многим студентам зарабатывал на свой кусок хлеба даже в годы учебы. Дворником, сторожем. Потому что времени-то особо не было. А спать, какая разница, где. Я в какой-то аптеке там и стопаником работал. А еще раньше от мамы, между прочим, научился шить. В годы дефицита и этот талант оказался очень кстати. И уж точно никогда не думал, что в какой-то степени пойдет по папиным стопам в военную авиацию. В армии это жуть. Когда ворота закрылись, казармы, я понял, что я 2 года отсюда. Еще служба такая была не очень. Спокойно? Ну, тоже авиация почему-то от меня все время туда. Но мы просто самолеты охраняли. Это совершенно такое бестолковое занятие. Единственное, чему научился в армии, признается Евгений, так это спать в любых условиях. Но и там нашлось место творчеству. Вместе с ребятами они организовали музыкальную группу. Сами мастерили аппаратуру и, чего уж скромничать, гремели. Инструментом Евгения еще со школы была бас-гитара. Наверное, только в 10-м классе он по-взрослому осознал, что одна из главных ценностей – это достойное образование. Но вот какое! Пробовал поступать в институт, в Бауманг, в Москве. И со мной в группе жил парень, но никак я его понять не мог. Вот он… Я хочу быть там металлургом. Я говорю, как это тебе 18 лет, и ты уже понимаешь, что ты там металлургом можешь быть. Я совершенно не понимал тогда, кем я хочу быть и для чего я. Его поиски были долгими. Рязанский радиоинститут, КБ «Глобус», семинары по линии менеджмента и бухучета, великолепная практика в Швеции. Единственное, что он отчетливо понимал, он непременно должен видеть результат своего труда. Когда в 2010-м горели рязанские леса, они с друзьями по очереди несли круглосуточную вахту. Это шрам на душе не только, наверное, у меня. Мы тогда пытались там тушить леса, которые горели, никто уже на них не смотрел. Самые друзьями? Да. И у нас собралась большая команда. Из других городов приезжали люди неравнодушные. Мы там за свои деньги и оборудование покупали, помпы. Осталось какое-то чувство вины перед природой. Как-то мы не так живем, не то, чего-то делаем. Так родился экологический альянс. Расчищали территорию, высаживали питомники, проводили акции. Что касается леса, там зеленый патруль должен появиться. То есть это общественный патруль над лесами. Что касается там мусора и грязи повсеместные, то мы сейчас инициировали, вернее, с нашим участием законы по увеличению штрафов. Джаз-кафе «Фонтан» – это скорее для души. Хотелось заполнить музыкальный вакуум, создать место, где люди будут слушать настоящую живую музыку. Я очень доволен. Кто сюда только не приезжал. И, в общем-то, какие команды отсюда не стартовали. В общем-то, эта площадка такая получилась интересная. И скажу по секрету, есть все шансы узнать Евгения Рыбакова в качестве режиссера своего собственного фильма. Правда, с жанром он еще не определился. Да, это у меня вот нереализованная мечта. И мне кажется, у меня это получается, когда время находится. Ну уж не знаю теперь как. Доберусь я до этого. Если не изменит мечту, точно доберется. С такой-то тягой к жизни и умением видеть в ней позитивные стороны по-другому быть просто не может. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова